Амдермосервис не войдет в структуру муниципального предприятия Заполярного района Северожилкомсервис. Такое решение было принято на совещании по вопросам развития Амдермы, которое состоялось в рамках рабочего визита временно исполняющего обязанности губернатора Нинецкого округа в отдаленный поселок. В обсуждении вопросов приняли участие глава региона Заполярного района, муниципального образования, а также поселковые депутаты и руководство предприятия Амдермосервис. Сегодня Амдермосервис является самым крупным предприятием в поселке. Оно выполняет функции ресурсоснабжающей организации, занимается благоустройством придомовых территорий, обслуживает инженерные сети поселка. До 2015 года занималась капремонтом многоквартирных домов. По словам главы районной администрации Олега Холодова, последние два года предприятие работает с убытком. Может быть, это такой немножко скоропалительный вывод, но из-за того, что Амдермосервис, иногда не просчитывая экономику, выполняла какие-то несвойственные ей работы, ну так назовем их условно спонсорским способом, вот и привело к тому, что у вас на сегодня минусовой баланс. На совещании было озвучено предложение передать объекты Амдермосервис Северожилкомсервису. С экономической точки зрения, принятие такого решения могло бы серьезно улучшить ситуацию с менеджментом и ресурсами, которые можно было бы направить в Амдерму. Но со стороны работников и руководства МУПа, а также поселковых депутатов, эта инициатива не нашла поддержки. Сейчас мы не будем принимать решения о передаче Амдермосервис в Северожилкомсервис. И посмотрим, вот я просто почему так понимаю, потому что я человек новый, я не знаю всех этих историй, но за год я обещаю, я во всем разберусь. Вы за год, пожалуйста, тогда показывайте эффективность работы в Амдермосервис. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский, будущий год станет испытательным периодом для местного предприятия.